Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Нет, дорогие друзья, я вовсе не пытаюсь посягать на музыку и на произведение Сергея Прокофьева. Так однажды сказала великая и неподражаемая Галина Уланова. Музыку Сергея Прокофьева она считала неподходящей для балета и вообще называла ее какафонией. А ведь именно в балете Ромео и Джульетта на музыку Прокофьева Галина Уланова привнесла в классическую балетную школу свой первый драматический эффект в сцене бега к Ромео. И, к слову сказать, партия роль Джульетты среди целой череды запоминающихся образов Улановой остается самой запоминающейся. Судьба Галины Улановой была предрешена с самого начала. Дело в том, что ее родители были служителями Мариинского театра. Мама была танцовщицей, а после рождения Галины педагогом-хореографом и, кстати, первым педагогом будущей знаменитости. Папа был артистом, а впоследствии режиссером балета. О непростом начале пути, о трудном послереволюционном детстве и учебе в балетном интернате рассказывает художественная книга «История одной девочки». Очень советую к прочтению всем мамам, чьи дочки занимаются хореографией, да и тем, чьи дочки не занимаются хореографией также. В самом начале своей карьеры, когда маленькую Галю отдали в балетный интернат, она была в ужасе. Она вовсе не хотела быть балериной, она хотела быть моряком. Балетным всем и всегда сложно, но маленькой Галине казалось, что ей тяжелее остальных. Может быть, в этом и была крупинца истины, потому что девочка с самого начала была очень хрупкой, очень болезненной и чрезвычайно застенчивой. Уже будучи известной, у Ланова не раз сокрушалась, как можно любить то, что с таким трудом дается. Она никогда не была удовлетворена своей работой, всегда сомневалась в себе, а свою застенчивость она пронесла через всю свою жизнь. Ее коллеги по работе в театре вспоминают один случай. Как-то после долгого отсутствия весь творческий коллектив встретил Галину Сергеевну Уланову очень тепло и радушно. Но она, несмотря на весь груст, на весь гнет вот этой моральной ответственности, так и не смогла найти в себе силы, найти слова благодарности. Она поступила по-другому. Купила маленькие букетики цветов и незаметно положила их на столы и на пюпитры коллег. Вот эта самая застенчивость, стеснительность и сделали Уланову особенной. Не позволили ей на сцене надевать маску наигранности. Застенчивость сделала Уланову не просто балериной, а великой драматической актрисой. Субтитры создавал DimaTorzok Среди распространенных эпитетов в ее адрес, звучащих из уст современников, поэтов, композиторов, режиссеров, самой употребляемой был не более, не менее богиня. Всемирную славу принесли Улановой ее зарубежные выступления, зарубежные гастроли. Статьи зарубежных изданий пестрели такими хвалебными эпитетами, как божественная, неподражаемая, единственная, лучшая балерина мира. А ведь вживую Европа увидела Уланову гораздо позже. Сначала легенда о неподражаемой Улановой донеслась до Парижа и Лондона, и лишь спустя многие годы ее нога ступила на сцену Ковенгарден или Гран-Опера. Известен случай долгожданных гастролей Большого театра в Лондоне. В тот вечер давали жезель. На спектакле должна была присутствовать королева. В таких случаях соблюдается определенный церемониал. В полной тишине королева проходит к своему месту, а весь зал стоит, вытянувшись по струнке смирно, словно на параде войск. Аналогичный ритуал должен случиться и по окончании спектакля. Все должны встать и, провожая взглядом королеву, не аплодировать и не расходиться, пока она не покинет зал. В тот вечер, как только занавес опустился, зрители кинулись к сцене, раздались громкие безудержные аплодисменты, овации не стихали как минимум полчаса. И никто не заметил, когда ушла королева. В тот день Уланова выступала перед самой взыскательной публикой в мире. Она танцевала свою любимую партию, но ей было уже 47 лет. И напоминаю, ей нужно было танцевать не хуже, чем ожидали зрители. Ведь легенда о ней 20 лет ширилась и росла в Лондоне до ее появления. Кто стал преемницей Улановой, смог поднять и удержать титул Этуаль русского балета? Майя Плесецкая. А после Плесецкой на ум приходят имена, которые ассоциируются с современной эпохой балета. Среди них Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина и Диана Вишнева. Но их истории – это уже совсем другой разговор. Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина и Диана Вишнева. Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина и Диана Вишнева. Продолжение следует...